В Славянском районе продолжается реконструкция крупных социальных объектов, таких как художественная школа, городской стадион, Северный парк и ряд других. Глава района Роман Сенеговский регулярно проводит выездные рабочие стройпланерки, чтобы лично контролировать сроки и качество строительных работ. Очередную выездную рабочую планерку глава района решил начать не с посещения крупного строительного объекта, а со спортивной площадки, которая возводится в прибрежном сельском поселении на территории школы номер 8. У сельских ребятишек появится возможность играть здесь в футбол, волейбол и баскетбол. Также тут создадут все условия для полноценного проведения всевозможных спортивных состязаний и проведения уроков физкультуры. Будут установлены уличные тренажёры, как и другие, уже построенные. Эта площадка будет доступна не только учащимся школы, но и всем желающим заниматься спортом. Подобные площадки также появятся на хуторе Голицыне и в посёлке Голубая Нива. Ещё один спортивный объект, который посетил глава района – это городской стадион. Там полностью завершена реконструкция всех спортивных зон. Обновлён газон на футбольном поле. Зелёное покрытие теперь соответствует всем требованиям. Последним этапом реконструкции станет строительство административного здания для тренерского состава и трибун для зрителей. Сейчас ведутся подготовительные работы. Близится к завершению и полномасштабная реконструкция в 17-й школе. Там планируется, что к началу второй четверти уже начнут работать четыре кабинета начальных классов, переоборудованных из других помещений – спортзал и актовый зал. Большой объём работ выполнен и в доме купца Мазепы, где располагалась художественная школа. Это здание было построено в 1913 году и является памятником архитектуры. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещений. Также будет благоустроена прилегающая территория. В рамках нацпроекта развития комфортной городской среды продолжается благоустройство Северного парка. На данный момент завершён первый этап реконструкции. Схема благоустройства предусматривает создание здесь прогулочных и спортивных зон, детских игровых площадок, дополнительного озеленения территории. Для детей планируется живой уголок по типу контактного зоопарка. Для любителей велосипедов и роликов – специальные дорожки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».